Сегодня мы поговорим о социальном тревожном расстройстве, о так называемой социофобии, которой страдали 20% людей, 20% населения земного шара в тот или иной период своей жизни. Речь идет о таком иррациональном страхе перед общественными действиями. Ну, например, даже не просто какие-то публичные выступления, которых боятся почти каждый, волнуется выйти на публику, но и элементарных действий, таких как выйти, пообщаться с друзьями, встретиться, выйти что-то в магазин купить, пойти оформить какие-то документы, устроиться на работу. Какое-либо маломальское взаимодействие с людьми становится невозможным. Вот это и называется фобия уже, социофобия. Конечно же, варьируется от разных, от легкой формы до крайне тяжелой, когда человек запирается дома и уже не выходит оттуда годами, да, где вот уже без медикаментозной терапии никуда. Давайте посмотрим, какие физиологические симптомы. Ну, вся вегетатика на лицо, да, как при любом тревожном расстройстве. Одышка, потливость, сердцебиение, тахикардия, высокое давление, покраснение, бледнее-побледнение кожных покровов, тремор конечности, вся вегетатика на лицо. Плюс плаксивость, да, какая-то вот такая история. Социофобия очень коморбидная, да, имеет высокий уровень коморбидности. То есть всегда, как правило, как правило, с сопутствующими какими-то расстройствами идет. Ну, какими? Депрессия, конечно, да. Алкоголизм, наркомания. Аутизм, есть связь с аутизмом, да, были исследования. Далее, что у нас там алкоголизм, наркомания, дисбарфофобия. Я страшный, я урод, да, я некрасивый, и как следствие уже я сижу дома, чтобы не пугать людей. Мы сейчас посмотрим, как это все взаимосвязано, как одно перетекает в другое, как вот такой симптомокомплекс бывает у человека. Я вот приведу сейчас пример из практики. Когда я привожу пример из практики, я всегда спрашиваю у своих пациентов, можно ли рассказать их случай, можно ли рассказать их историю. Так что имейте в виду. Значит, пример из практики. Просто из последних и довольно распространенной. Мамочки, которые рожают детей. Посмотрите, что происходит. Прекрасная, преуспевающая девушка, карьеристка, вышла замуж, родила ребенка. Мамочка такая тревожная. Три года просидела дома, как положено. С чем она столкнулась? Со страхом выйти на работу. Что она делает от этого страха? Как очень многие социофобичные мамочки делают. Рожает второго ребенка. Ей же надо рационализировать как-то это. Ей же надо объяснить, почему она продолжает оставаться дома. Тем самым, что она делает? Подкрепляет свой страх. Вот этот второй ребенок. Что происходит после второго ребенка? Страх выйти за пределы своего двора. То есть вот у нее садик, ясли, садик, магазин. Все. Она перестает общаться с друзьями, близкими, знакомыми. Мысль о работе настолько пугает ее, что она что делает, догадайтесь, рожает третьего ребенка. Да вы еще больше закопать себя в яму. Что происходит тогда? Тогда происходит вот что. Материнство становится как тюрьма, когда женщина не может выйти, пообщаться с подругами, съездить куда-то, отдохнуть, а вынуждена сидеть дома. От страха, да, вот это именно социальные среды, начинается депрессия. Вот что происходит. И ко мне она уже пришла с хорошей такой депрессией. Посмотрите, вот она коморбидность, да, где вместе такие заболевания идут сопутствующие. Вот она депрессия, и вот она социофобия. Вот как порочный круг. Не выйти. Ей было из этого не выйти. Вот это очень распространенная история у женщин в период родов, когда она выходит в декрет. Очень многие мамочки обращаются ко мне именно вот с такой вот историей. Что это за люди? Люди гиперчувствительные, да, люди очень впечатлительные. Это такие мизантропы. Они недолюбливают окружение, имеют свое мнение. Часто бывают такие диссиденты. В детстве это зачастую бывают белые вороны. Они же не просто так были неприняты. То есть они сначала были, вошли в сад, были как-то какими-то не такими, да, какое-то поведение было не такое. Дальше пошли в школу. А что бывает с белыми воронами? Они становятся козлами отпущения, да, козлами отпущения. На них летят все, значит, все какие-то кулаки. И так далее, и тому подобное. Вот. Что это за люди? Вот я вам объяснила, да. Очень важно им, как они выглядят. Все внимание направлено на себя. Все внимание направлено на себя. Еще есть такая особенность в центральной нервной системе этих людей. Очень часто они зациклены на себе. Не на внешнем мире, а на себе. Такая бесконечная интроспекция. Что я чувствую, что я думаю по этому поводу, что со мной происходит. И таким образом происходит некая такая нелепость в обычной жизни очень часто. Это как вот рассеянный с улицы бассейн, что ли, да, получается. Значит, рассеянный с улицы бассейн. Как они ведут себя очень часто? Или скромные такие люди. Или напротив, что называется, перегибают палку, да, и демонстрируют очень ярко как-то свою свободу. И это так бывает очень странно выглядит, да. Какой-то хохот такой невротичный. Очень, как какие-то бывают, вспыльчиво-импульсивные от того, что вот настолько они переживают, настолько пытаются произвести впечатление, что обратный эффект от этого всего. Значит, происходит. Обратный эффект. Давайте посмотрим, что за этим стоит. Очень интересно, что за этим стоит. Страх оценки. Правда? Неуверенность в себе и страх оценки. То есть, что про меня скажут? Я какой-то не такой. Вот я прям дословно говорю. Я урод, я или жирный, я худой, я весь какой-то прыщавый, я какая-то потная свинья, я говорю что-то очень нелепое, и так далее, и так далее, и тому подобное. Причем в терапии очень часто бывает так. Я говорю, давай я тебе скажу слова, давай я тебе верну их. Ты свинья, ты жирная, нелепая, вонючая. Вот то, что он мне сказал, я ему возвращаю. Я говорю, теперь скажи мне, откуда эти слова? Кто говорил тебе их? И пациент сразу говорит, мама, да, или папа, родитель. То есть, посмотрите на вот такую вот, такую вот благодатную, что называется, почву, да, особенность центральной нервной системы работы, потому что это же генетическая детермината, это же биология тоже падает, вот на эту ранимую почву падают такие роковые слова родительские. Вот что за всем этим стоит, да, вот что за всем этим стоит. Так, давайте посмотрим, значит, причины. Какие причины? Ну, как я уже говорила, генетические, биологические. То есть, если в семье кто-то страдал социофобией, то велика вероятность, что и ребенок тоже будет ей страдать. То есть, некая какая-то особенность работы центральной системы, да, нервной системы, как я уже говорила. Плюс далее, что воспитание. Что здесь происходит? Гиперопекка и или вот эти так называемые жуткие совершенно установки, сказанные родителям вроде как в попыхах, в гневе. Он не хотел, но он сказал, да, сказал эти страшные, страшные, не побоюсь этого слова, слова. Поэтому очень важно контролировать, что вы говорите своему ребенку, особенно в период до восьми лет. Вот это, ну вот просто это критический такой возраст, когда надо себя просто держать. Держать, не давать себе, не давать себе волю вот этим эмоциям. Потому что эти слова роковые для гиперчувствительного человека. Какие? Соберись, педик, что ты как тряпка, как баба. Все. И он, что пациент говорит? Ну что я, я какой-то выйду, я как педик. А чьи это слова? Это папа сказал, да. Вот сегодня человеку 30 лет, ну что я как педик-то выйду? Буду вот дома сидеть, а то сразу скажут, педик какой-то вышел. Или я тебя в дурдом сдам. Будешь у меня там с психами коробочки клеить. Ну куда я пойду на работу-то устраиваться? Мне только с психами коробочки клеить. Откуда ни возьмись, у человека возникает вот такая мысль, которая заставляет его остаться дома. Или посмотри на тебя, на кого ты похож. Кому ты такой нужен? И человек в 40 лет девственник. Ну кому я такой нужен? Ну кому? Я спрашиваю, чьи это слова? Чьи это слова? Кто это говорил? Мама говорила. Посмотрите. Посмотрите, роковая фраза, которая была сказана тысячу раз. Скажи человеку, что он свинья, да, на сотый раз он захрюкал. Это факт. Так, вот про причины я уже сказала. Давайте про лечение. Самый интересный момент про лечение. Ну, значит, если мы сталкиваемся с такой серьезной формой, то медикаментозная терапия. Психиатр назначает препараты, поддерживающие. Да, поддерживающие человека хотя бы сделать хоть какой-то импульс к действию, хоть как-то успокоиться. Да. Но вместе с этим главенствующую вещь занимает психотерапия. А именно когнитивно-поведенческий подход. Отрабатываются социальные навыки вместе с навыками релаксации. Чтобы человек умел над собой работать. Умел приходить к вот этому внутреннему покою. И что мы делаем? Мы прописываем цели с пациентом. Что бы, чего бы он хотел. Допустим, лишиться девственности. Да? Очень часто на соц.уфу. Девственники. Пойти на работу. Пойти на работу. И далее, и так далее, и так далее, и так далее. А теперь делим это на маленькие дробные шаги. Шажки вот такие. Потому что человек просто элементарно боится подходить к двери. И он делает маленькие действия. Вот это ты можешь сделать? Открыть дверь? Да, могу. Хорошо. Сегодня ты просто открываешь дверь. А можешь открыть дверь и сделать шаг? Да, могу. Значит, ты открываешь, завтра делаешь шаг. А до лифта дойти? Дальше спуститься в подъезд. Зайти к консьержу. И поэтапно, пошагово пациент преодолевает шаг за шагом. Под наблюдением терапевта. Вместе с методами релаксации. И оценкой вот этой шкалы тревожной. 100% это паническая атака, 0% это штиль. Вот он прописывает свою кривую. Вот здесь я дошел до лифта. Ага, 80%. Все. Стою. 70%. И так я стою, пока я не успокоюсь. Вот здесь пациент учится применять методы саморегуляции. Такой релаксации. Успокаивается. Так, значит, ну и ведет, конечно же, вот как я говорила, уже это дневник чувства. И так далее, самоанализ и тому подобного. И очень здорово групповая психотерапия. Где пациенты могут взаимодействовать друг с другом. И отрабатывать эти навыки социального общения. Очень это здорово. Ну и, конечно же, вспомогательные техники. Телесно-ориентированная терапия. Прокачать. Арт-терапия, песочная терапия. Вспомогательная. Они никогда не бывают лишними. Они никогда не бывают лишними. Ну и главным образом, дорогие мои, вот социофобы, я обращаюсь к вам, я даю вам такое домашнее задание. Вот послушайте меня внимательно. Я не просто боюсь куда-то выйти. Да? Я просто... Ой, да я просто боюсь. Нет. Конкретизируйте. Я боюсь выйти, потому что я боюсь встретить каких-то людей. Каких именно? То есть буквально все детализируйте. Свой страх имеет смысл детализировать. Просто вот так вот прописать пошагово. Кого я боюсь? Кто эти люди? Как их зовут? Как их зовут? При каких условиях это будет? Что они мне скажут? Что... Вот почему мы очень часто разыгрываем с пациентом, когда он приходит ко мне, вот такую психодраму буквально, да, в ролях. Я ему даю эту обратную связь. Я вот, я Вася, я Валера, я Маша, я Даша. И от лица этого человека ему что-то такое говорю. Вот и все, да? И главным образом стоит запомнить, вы не обязаны всем нравиться. Вот что нужно запомнить. Просто буквально себе это запишите. Вы не обязаны всем нравиться. Но если еще глубже заглянуть, то необходимо, да, нужно принять, имеет смысл, по крайней мере, двигаться в ту сторону, принять свое одиночество. Да, я могу быть один. Я есть я. У меня там зеленые волосы, кастрюля на голове, и я говорю вот таким вот образом. Не нравится? До свидания. Я иду своей дорогой. Как есть такая интересная гештальт молитва. Ты – это ты, а я – это я. Если нам суждено быть вместе, здорово, нет, ничего не поделаешь. Я иду своей дорогой. Я принимаю свое одиночество. Ну вот и все на сегодня. Вот такая интересная тема. А я жду вас на своих консультациях по скайпу. Спасибо. Спасибо.